Почему жители отдельных регионов уже сейчас платят за коммуналку больше своих соседей? Кто и как формирует тарифную политику на местах? Ответы на эти вопросы через несколько минут в рубрике «Интервью». Дождитесь. Обманутые дольщики вышли на пикет к зданию областного правительства. Люди считают, что их обманули чиновники, ведь квартиры в 8-м доме по улице Игоря Мишина им обещали, по сути, в региональном правительстве. Поэтому никто не ожидал, что бюджетное учреждение, агентство жилищного строительства обанкротится, не успев закончить возведение девятиэтажки. Около сотни семей остались без крыши над головой. Планировалось, что дом сдадут еще в декабре 2014-го, но у дольщиков появилась надежда. Сейчас идет конкурс среди подрядчиков на доделку жилья. В Министерстве строительства уже называют конкретные сроки. Вы можете, пацанам, сегодня сейчас сказать, когда все-таки мы получим свое жилье? Вот по-вашему, с вашей точки зрения, как специалиста, как грамотного человека? С такими, в кавычках, быстрыми темпами. Нет, там, в кавычках, не должно быть. У нас в этом году, в 2017-м году, есть надежда получить свое жилье? Конечно, есть. Все шансы есть у вас получить жилье в этом году. Я даже думаю, что где-то в июле месяце. Продолжение следует...